24 января депутат Государственной Думы Российской Федерации Пётр Водоладский внёс предложение о признании 2019 года Днём памяти геноцида казаков, имея в виду годовщину известного декрета от 24 января 1919 года, изданное советской властью, так называемый о расказачивании. Вот якобы с тех пор начались миллионные жертвы казачьего населения Дона и Кубани. Тут нужно поговорить о том, что такое Всевеликое войско Донское было к концу 19-го, началу 20-го века, к революционным событиям. Если мы думаем, что на Дону жили одни казаки, это большое заблуждение. Всего население Всевеликого войска Донского составляло 4 миллиона 13 тысяч человек, из которых только 42,5% были, собственно, казаки. Все остальные – это иногородние, так называемые, более 1 миллиона 200 тысяч, перебравшись на Дон после реформ 1861 года, и местные крестьяне, рабочие, горожане, шахтёры Донбасса, металлурги и так далее. При этом казаки обладали колоссальными земельными привилегиями. На душу мужского казачьего населения в среднем приходилось 12,8 десятины земли, и на хозяйство около 50 десятин земли. В то время как обычные крестьяне располагали 1,3 десятинами, а иногородние, то есть переселенцы, 40% вообще не имело никаких наделов земельных, ну и около 50 имели маленькие наделы и не имели коней. Понятно, что казаки в среднем были не очень заинтересованы в том, чтобы расставаться со столь роскошными земельными наделами после декрета об отмене сословий. А казаки, я напомню, это именно сословия. Первым декретом советской власти, как мы помним, был декрет о земле, который предполагал чёрный передел, то есть равный передел земли по едокам. То есть казачья верхушка, а казачья верхушка, я вам до лажу, располагала не 12 десятинами земли на душу, а сотнями, иногда десятками тысяч десятин, ну то есть гектар. Это настолько роскошный кусок, который позволял составлять миллионные состояния на поте, крови и страданиях простого крестьянства, что расставаться с таким, конечно, далеко не каждый захочет, и они не захотели. Да, декрет расказачивания, так называемый декрет расказачивания имел место, но сначала, прошу прощения, имело место выступление атамана Каледина, который ещё в 18-м году составил вместе с Деникиным первый фронт против советской власти. Они повели наступление на Петроград. Всё закончилось, как мы помним, для белых собак плохо, потому что и Каледина арестовали, и Краснова его подручного арестовали в Гатчине. Отпусти их, между прочим, после этого под честное слово, что они никогда больше не будут поднимать оружие против советской власти. Они же не успокоились. Был поднят Донской мятеж, который ещё Ленин сравнивал с Ван Деей, когда отсталое реакционное крестьянство Западного округа Франции, доведённое до точки кипения проповедью реакционного поповства французского, точно так же поднялось на борьбу с Великой Французской революцией. Что закончилось чудовищной кровью. Вот точно такая же Ван Дея, усилиями ровно тех же кругов, сложилась у нас на Дону. Но вот в отличие от якобинцев, советская власть не повела наступление на Дон. Ей было чем заняться. А вот с Дона белоказачья верхушка повела наступление на советскую власть. Причём Калединская авантюра провалилась полностью. Потому что бедное казачество, бедное крестьянство и иногороднее крестьянство, которое составляли подавляющее большинство населения Всевеликого Войска Донского, отказалось поддерживать инициативу кулачьи мрази, подонков, которые захватывали земли и заставляли умирать за эти земли своих бедных сограждан. Каледин закончил с пулей в башке, которую он сам пустил себе в висок. Собаке собачья смерть, отметим вот что. Ну а Краснову немножко повезло, потому что в это время германские войска повели наступление, последнее своё наступление в Восточном фронте. И первым, кто спелся с немцами, которые были в это время нашим прямым противником, был собака Краснов, который всё предал, продал и провозгласил Дон отдельной от России державой. И установил там свою власть на германских штыках. Конечно, под крылом интервентов всякая сволочь активизировалась до крайнего предела. И советская Донская республика приказала долго жить на некоторое время. Краснов же вместе с немцами установил там военную диктатуру, провозгласив, что здесь только казакам принадлежит земля, воля и власть. Все остальные находятся как бы в гостях. Таким образом, это был первый сепаратистский лозунг, выдвинутый в годы гражданской смуты 17-18 годов. Именно Краснов отломил Дон от тела России. Впрочем, и эта попытка ему не удалась, потому что, как мы помним, началось ноябрьское восстание в Германии, немецкие войска ушли из оккупированных земель, и Краснову стал одинаково опираться. А казаки, вернувшиеся с фронта, вернулись, как писал сам Краснов, поголовно красными, ну или почти поголовно красными, и отказались поддерживать его авантюры. Тогда пришлось бежать на Кубань и вести войну оттуда. И вот только в 19-м году, это больше года прошло с тех пор, как Каледин и Краснов с окружающими их белоказачьими подонками из верхушки казачьего войска устроили кровавую баню на благословенной Донской и Кубанской земле. И только после этого советская власть вынуждена была подписать декрет, так называемый декрет о расказачивании. Напомню, расказачивание в то время было чисто юридическим нонсенсом, потому что декрет об отмене сословий отменил и казачье сословие в том числе. Ну а данная инициатива, это, конечно, была инициатива по борьбе в первую очередь с белоказачьей верхушкой, которая, по сути дела, составляла мощнейшую капиталистическую прослойку на Донском селе. Советская власть с этим мириться не могла, тем более, что с той стороны уже год шла активная военная борьба против неё, в том числе при помощи иностранной силы. Сначала германцев, а потом и французов, с которыми Краснов царовался буквально в дёсны до крови. Так ему хотелось усидеть на своём троне. Впрочем, даже в качестве вождя белоказачьей мрази он оказался не валиден. Его свои же выгнали, заменив его подручным таким же кровавым псом Богоевским, после чего Краснов кропал воспоминания за границей в эмиграции, чтобы при первой возможности стать слугой Адольфа Гитлера, поведя остатки белоказачьих частей во время Второй мировой войны против советской власти. Закончил он свою жизнь в петле. Я хочу напомнить всем любителям так называемых белых казаков, так называемого геноцида казаков. Никакого геноцида-то не было в силу отсутствия предмета, так сказать, геноцида. Сословие-то исчезло. Да и люди, подавляющее большинство, не выступали против советской власти. Максимум были на время обмануты. Так вот, хочу напомнить о судьбе Каледина и Краснова. Один вышиб себе мозги, так сказать, немногие оставшиеся при помощи собственного пистолета, а другого повесили за шею до смерти. Собаки-собачья смерть, повторю. Потому, что сейчас мы имеем новое издание, которое всё более приближается по своему состоянию к проклятому царизму. Когда не очень понятно, чья власть находится наверху. Народная или уже оккупационная. Когда народу уже всё равно конкретно, кто ими правит. Свои завоеватели, чужие завоеватели. Вот доведённые до точки кипения народ, вашими усилиями, вашими усилиями, не своими, не подстрекаемые кем-то там со стороны, какими-нибудь хитрыми жидомасонами, доведённые до точки кипения вашими усилиями народ, может поступить с вами как-нибудь нехорошо. А возможно, вы сами поступите с собой нехорошо, как подонок Каледин. Так вот, новому изданию царизма не быть в феодальные штанишки. Мы уже не сможем залезть обратно никогда. Когда-то давным-давно, в 15 веке, это был передовой шаг. Но сейчас 21 век. И возрождение сословного, феодального казачества, о котором мечтают нынешние наследники подонка Краснова и Каледина, невозможно. Это реакционный шаг, шаг назад, которому не бывать в силу объективных, в первую очередь, экономических, исторических причин. Ну а на сегодня всё. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»